Управление по информатизации за прошлогоднюю работу получило от вышестоящего руководства удовлетворительную оценку. Для ведомства, на которое обычно валятся все шишки, это уже хорошо. Планы управления, как всегда, далеко идущие. Связь на территории региона должна быть качественной и доступной. В первую очередь, в тех населенных пунктах, где жители свыше 500 человек. Кроме того, к 2018 году не менее 70% граждан должны иметь возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Для этого в прошлом году заработал региональный портал, через который можно получить 12 видов услуг. Однако популярностью он пока не пользуется. Мы хотим, чтобы на региональном портале госуслуг в электронном виде были доступны гражданам наиболее востребованные услуги. Их реализацию мы планируем довести до совершенства, чтобы за их получением граждане вообще могли не являться в органы власти. Это позволит экономить время граждан в объемах миллионов часов ежегодно. Управление не всегда справляется с поставленными задачами, лишь потому что не отлажен механизм взаимодействия с другими ведомствами, считает вице-губернатор. Из-за этого чуть не провалился проект безналичного проезда для школьников. Должны льготники появиться, дети из многодетных семей, получать карты льготников и ездить на транспорте. Буквально за считанные дни до наступления время те, оказалось, что ничего не готово. Карты не получены, большая часть полученных не активизированы, перевозчики не подписали договора. И целый ряд вопросов. Потому что для решения этой проблемы нужно было консолидировать усилия Департамента финансов, Департамента образования, Комитета по транспорту, Управления информатизацией и еще ряда структур. И вот вам пример. И когда мы сели за один стол, по всей проблематике пробежались, на каждый вопрос дали ответы, с 1 января все заработало. В рамках коллегии презентовали универсальную электронную карту. С помощью ее можно авторизоваться на едином и региональном порталах госуслуг или оплатить проезд в общественном транспорте. Гражданин во время проезда в общественном транспорте передает универсальную электронную карту кондуктору. Соответственно, кондуктор снимает с нее поездку. Происходит снятие поездки. Это позволяет использовать универсальную электронную карту так же, как электронный проездной. Получить карту можно в банке, имея при себе заявление, паспорт, полис и СНИЛС. Сегодня такими картами пользуются 1000 жителей Ивановской области. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.